Здравствуйте, это снова я. Сегодня вы увидите обзор смартфона Fly IQ446 Magic. Вот такая вот у него коробочка. Здесь вот нанесены такие характеристики в картинках. Android, процессор, 4-ядерный, 1.2 ГГц на каждом. 2 сим-карты, QHD дисплей, вот сразу вот если сюда вот не смотреть и посмотреть сразу на смартфон, то даже можно не заметить, что это QHD. Ну, потому что видно, как будто это полноценный HD экран. Вот это более подробные характеристики. По умолчанию стоит Android 4.1, Geolibin. Ну тут процессор, МТК 6589. Стандарты связи, ну везде практически одни и те же. Разрешение экрана 4,5 дюйма на 540-960 точек. Памяти 4 ГБ Рома, 1 ГБ Рама. Камера 8 Мп с автофокусом. Видео в Full HD формате записывая, как вы видите. Беспроводные модули, это у нас Bluetooth, Wi-Fi, GPS, PSA, GPS. Датчики, это акселометр, то есть датчик положения, это акселометр. Освещение, приближение, компас, гироскоп. Блин, вот что-то это... Вот по-моему гироскоп и датчик положения, это одно и то же. Аккумулятор 2000 мАч, карта памяти до 32 ГБ, microSD обычный. Ну вот это, это просто приложение, которое закачано. Так, вот так вот коробочка выглядит с другой стороны. Здесь указан, указан логотип, Q, QR-код, сайт, потом вот тут всякая инфа. Типа там, цель, там безопасность и всякой такой фигни. Так, тут цвет, штрих-кодики, это мне интересно. Так, ну что ж, коробочка. Самый прикол, что пока вот я пытался её открыть, я столько раз в всякие фигни сделала, она оказывается вот так вот так вот открывается. Так, ну что ж. Так, вот это здесь, конечно, не лежало. Здесь лежал сам телефончик в пакетике. Потом вот эту штучку вот так, чик, забираем. Так, вот такая вот штучка. Вот, и пошли вот эта всякая фигня в пакетиках. Вот в этих пакетиках была фигня в виде вот так зарядочки. С входом USB. И USB-провода, USB-кабеля с microSD входом в телефон и обычным USB 2.0 входом в компьютер. Так, вот это пока сюда уберем. Дальше пошли, что у нас тут. Гарантийник Fly. Наушники, которые я уже не располагал. Потому что я это через это не кушать буду. У меня USB-цин. Вот в этом пакете лежал телефон. Так, так как я заказывал на i96.ru, у меня вот такая есть карточка. Скидочная. Да, 2% за 6. Так. Так, вот эта наклеечка, как вы видите, это была на экране приклеена. Я пусть не стал снимать транспортировочную термочку. Вот в этой штучке лежала карточка. То есть вот так вот. Так, что-то тут у нас ещё есть. Тут мануфра Android. Приложения всякие там, описания. Ну, всё, как-то педнёжка. Так. Это вкладыш от Fly. Ну, тоже, в принципе, ничего интересного. Ещё одна вкладочка Android. И вот такая штучка, чтобы это всё сдерживает бумажная. Вот так вот, и всё. Всё, больше у нас ничего не было. Был ещё телефон главный герой нашего сегодняшнего выпуска. Так, задняя крышечка выполнена в софт-тач пластике. Камера 8 мегапикселей и HD, как тут написано. Вспышечка. Камера с автофокусом. Так. Сбоку есть качелька громкости. Включение-выключение экрана. И устройство полное. Здесь у нас ничего нет. Сверху вход под 3,5 дюйма, то есть под наушники. И зарядочка, либо USB кабель. Сверху у нас разговорный динамик. Датчики. Камера. Потом кнопочки. Вот, видите, они отключаются. Home назад. Под меню там. Вот, видите. Так, ну что ж. Тесты я никакие проводить не буду. Вы их и так, наверное, уже начали в таких формах, как 4PDA. Тут я просто покажу его. Ну, или протестируем в виде вот такой вот игрушки. Она уже запущена. Замык. Довольно-таки идёт всё гладко. Здесь установлен видеоускоритель PowerWare 544. Извините, если я что-то не так произношу. Замык, когда я в английский. Так, ну, как видим, ни одного лага. Текстурки, кстати, на максимуме. Если вы видите, вот тут около каждой монетки есть такая жёлтая штучка. Это определение, что видео установлено на максимуме. На средних там вот. Ну, как на средних. Если там видеоускоритель не очень по своей характеристике, то есть, ну, не совсем очень. Эти эффекты убираются по умолчанию. Игра настраивает настройки сама. Так, что вам ещё показать? Так, оболочка андроида. Так, сейчас. Так, вот это. Вот всегда вот закрывайте, потому что батарея не такая большая, а может садиться. Так, оболочка андроида. Оболочки от Flyne никакой. Просто стандартный, чистый, голый андроид 4.1. Ну, хотя, возможно, может быть, я чего-то не знаю. Но, по-моему, вот эта штучка немножко изменена. Ну, мне так кажется. Может быть, это не так. Но, мне кажется, что немножко изменена. Так. Где это? Вот, блин, меня вот тут постоянно пестит. Тут ярлычка, тут вот этого нет. Вот. Всё, вот, да будет здесь ярлычок настройка. Так, ну что ж. Посмотрим. Чё у нас там по оперативной памяти. По умолчанию у нас свободно... Ой, не туда. Так. 626 мегабайт. Ну, тут фигово видно, конечно. Ну, 626 мегабайт. Проверь, с ним не на слабо. 627. Так, вот тут есть всякие фигни тут позакрывать. Типа моего сабблайсерфа. Так, чё-то ещё есть. Ну, и всё. Остальное тут, это всё важно. 628 мегабайт. В принципе, если загрузить TaskKiller, то можно освободить памяти побольше. Так, что мы тут ещё видим? Галерея, галерея, галерея. У нас пустая, никаких установленных картинок нет, ничего. Вот, флайбук какая-то есть. Вот это, наверное, единственный прикольчик. Вот, если зайдём в обои. Можно выбрать. Потом посмотрим ещё за видео обои. Ни разу видел. Ну, тут стандартные живые обои, которые есть везде. Так, тут ещё какие-то обои. Тут ещё вот есть. Так, где моя любимая? О, вот она. Вот это, наверное, самая моя любимая картинка. Это просто я по ней тащусь. Так, ну и видео вот обои. Это типа с... У меня тут есть какое-то видео. А, ну всё понятно. Всё зафига. Ну, короче, можно любое видео на фанумчик поставить. Так, насчёт... Так, в принципе, всё шустро. Так, сейчас посмотрим, какие приложения доступны в Google Play. Сейчас вот можно зайти. Google Play. Wi-Fi. Всё, активен. Всё, я его подключил. Заходим. Всё. Так вот, меня ещё что иногда бесит? Что Wi-Fi как-то он... А, ну всё, вот, одна полочка, всё есть нормально. Так, вот, игры. Какие у нас... Ну, посмотрим, вот, топ бесплатных. Какие вот у нас тут есть. О, кстати, SpeedX надо загрузить. Загрузить надо. Так, эй. Ну, алё. Окай. Так, ну, вот тут бесплатно. Ну что, ну тут практически... Ну как практически? Вроде приложение, которое я знаю, тут доступны все. По крайней мере, самые популярные. Можно это проверить. Давайте-ка проверим, доступен ли... Асфальт шестой. Ой, то есть седьмой. О, доступен. Как раз 33 угля, можно попытаться загрузить. Не сказать... Как раз у меня планшет есть новый. В принципе, всё... Всё, кайф. Блин, мне так понравился этот телефончик, вот эта ещё, вставочка. Вообще супер. Стильный скотина. Так. Ну, я думаю, это всё. О, кстати, как SpeedX сейчас ещё посмотрим и всё. Чуть-чуть у меня время кончается на камере. Чуть-чуть у меня время кончается на камере. Чуть-чуть-чуть. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Блин, вот эта вот игра, это действительно мой любимый, да? Все, наверное, узнали этот выкро. Может быть, и не все. Так. Годовый кар. Ну, стандарт. Я точно не знаю, я призабыл. Так, тоже, вроде, наклонять нужно. Ой, неплохо. Чуть-чуть мне нравится. Так, гироскоп, в принципе, ну или Axelon работает неплохо. Чуть-чуть, сейчас идти не очень. Играть можно бесконечно, конечно же, но время на камере у нас не бесконечное. Так что... Покупайте, пока они ещё остались, так как Fly, насколько я помню, сейчас продаётся уже последняя партия, и Fly, вроде, их больше не будет выпускать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, на что хотите ещё увидеть, видеообзоры. Ну, когда я себе буду что-то покупать, я сразу же буду выкладывать обзор. Ну что ж, до скорой встречи. Ставим лайки, подписываемся. Субтитры сделал DimaTorzok